Ну а у нас сегодня мы напоминали о том, что не раз день сурка, но сурок у нас, насколько я понимаю, всё-таки ещё спит и вряд ли выйдет смотреть на свою тень. Аналог будет, скажем так, сурка. У нас в гостях лиса, самая настоящая, как мы говорили, пришла к нам сюда нас посмотреть, порадовать. И люди, которые вместе с лисой пришли. Её сопровождают. Её сопровождают. Её сопровождают. Её сопровождают. Её сопровождают. Её сопровождают. Елена Шабанова, пресс-секретарь парка флоры фауны Рэй Фручей. И Валентина Черноморец, зоолог. Доброе утро. Доброе утро всем. Какая симпатяга. Лиса зовут Ральф. Это подросточек, молодой, красавец. Ральф умеет предсказывать весны. Что в итоге-то, Лена, расскажи. Давайте, я начну с истолков, что называется. Вообще, день сурка, это вот в Америке и в Канаде отмечается. В Древнем Риме это был день ежа. У голландцев это был день барсука. В некоторых частях Германии это день медведя. Медведь переворачивается. Смысл такой о том, что это серединка зимы отмечается или первая встреча весны. Наши барсуки, у нас есть в парке Роев Ручей барсуки. Ой, барсуки. Сурки. Сурки, да. Но они, к сожалению, спят. То есть сейчас они где-то под землёй, в своих норках, лежат на перинках и, в общем, им хорошо. Сопят, что называется. Вот, и поэтому нам ждать, что они вдруг выйдут, ну, нереально. Но весны нам тоже хочется, правда, Женщина? Ну, да. Поэтому мы решили, что кто-то должен, в общем, взять на себя роль сурка. И это будет леса весна. У нас есть снежная леса. Ну, вот по странному стечению обстоятельств, да, снежная леса, искусственно выведенная леса, она такая белая, у неё, ну, чёрные пятнышки небольшие. По имени Весна. Весна, потому что у неё вот эти чёрные пятнышки есть, в том числе и на носике, как будто веснушки. И она ещё родилась весной. Вот. И мы решили, что раз у неё такое имя, звучное и красивое, то, соответственно, и она должна предсказать, когда же будет весна. Там вот, да, сурок, он выходит и не пугается на своей тени. То есть если день солнечный, он видит тень, он уползает в норку. Да, если нет, то он выходит, идёт по своим делам. С лисой она не спит, разумеется, и норки у неё как таковой у нас нет. У нас есть вольер для неё красивый и большой. Лиса выходит, и мы ей предлагаем два продуктовых набора. Совершенно одинаковые. Ну, то, что вот любит наша лисонька. Там и печёночка, и перепелиное мяско, и творожок. И один набор подписан как ранняя весна, а другая как поздняя весна. Ну, посмотрим, какой же, в общем, набор выберет. А по составу продуктов отличается? Они совершенно одинаковые, да. Мы, в общем, продемонстрируем о том, что, в общем, никакого подвоха. Смотрите, совершенно одинаковые. Лис Ральф пришёл за лису весну, потому что лиса весна сейчас готовится. Знаете, как на выборах, в общем, нельзя в день голосования каким-то образом влиять на неё. Поэтому, в общем, отправила своего родственника до представителя лиса Ральфа. Но дело в том, что лис Ральф, он уникальный, он генетически дружелюбный. Ну, то есть, вот Варя подробнее расскажет. Я смотрю, да, в шоке, на самом деле, потому что, ну, это абсолютно ручное животное. Как так получилось? Он, это было Новосибирский институт генетики и цитологии. Им сделали такую задачу, чтобы вывести такое животное, лисицу, в том числе, ну, так же и норок, не агрессивно к человеку. Также Ральф у нас отличается тем, что он крупнее своих представителей диких. Вот. И он быстро адаптируется к окружающей среде. Моментально. То есть, если он попал, то дикую лисицу вы так не приручите, не посидите на ручках. А можно Ральфа во всей красе увидеть? То есть, вот, лис Ральф – это вот участник большого такого научного эксперимента. Больше полувека ученые занимаются домашниванием лис. Вот через несколько поколений они увидели о том, что, ну, действительно, получили достаточно миролюбивых лис, которые, ну, не то чтобы обожают человека, но, по крайней мере, достаточно лояльно к нему настроены. Ну, а еще они, знаете, что такой удивительный факт, они увидели, что лисы внешне меняются немножко. Чем миролюбивее они становятся, тем вот они внешне отличаются. Они становятся более крупными. Более грубые мордочки у них, шерсть более, окрас другой, и структура волоса даже другая. А лапы такие же? Я просто вот первый раз слизываю. Лапы большие, да. Они всегда крупные, да. То есть, они крупнее своих сородичей и отличаются вот крупными чертами мордочки. То есть, если у лисички… Да, они больше на собак похожи. Хотя лисица – это 50 на 50 собака-кошка. То есть, и повадки у них собаки и кошки. Сидит как собака сейчас. Да, сидит как собака. Ну, в принципе, это какое-то ощущение кошки возникает, да, пушистая такая, милая какая-то. Но, в принципе, вот в доме держать, наверное, все-таки даже вот таких, наверное, лис не нужно, да? Да, во-первых, это животное. Оно имеет специфический запах, да? Это не собачка, которую можно помыть. Значит, это раз. Во-вторых, лисица – это больше всего уличное животное. И дома ее держать в одном и том же среде, то есть, в одной и той же температуре для них очень, ну, хорошо. Если вы дома хотите таких лис держать, то есть, это будет уличное содержание, должно быть, чтобы она была красивая. Частный дом, допустим. Да, частный дом, вполне возможно. Потому что у них есть тоже свои время линьки. Если это все сбивается, вы знаете, по ним прекрасно, что лиса не будет так красиво выглядеть, если ей не дать те условия, чтобы она делась красивую шкурку. Но если у соседей будут начать куры пропагать, то все придут к вам, понятное дело. Охотничьи инстинкты у всех есть присутствуют, даже у генетически выведенных животных. Ну, как вот она как раз с другими животными? Там, куски. Вы знаете, она... Или она еще не была в этой среде? Нет, она была, мы знакомили их с собаками, мы пока их боимся, точнее, не проявляем агрессию, но мы их боимся. Но кролика хотели укусить немножечко за плотно. Нормально. Понятное дело. Ну, а вообще, то есть, как бы так, по рациону питания, то же самое, как и дикая, там, не вегетарианец? Нет, нет. Соответственно, мясо, живой корм у нее в рационе. Все как у обычных лис. Ну что же, в общем, симпатяга, конечно, благодарны ученым за это. А у нас здесь есть пригласительные, да, билеты в Роев Ручей на два человека, которые, ну, в данном случае, наши гости готовы разыграть. За что дадим? Ну, вопрос давайте самый простой. Когда официально начали отмечать день сурка? Да. Лучше знать варианты ответа. Да, мне кажется, я сразу не вспомнил. Давай, самый простой вопрос. 1993, 1886, 2001. Итак, ну, упростим задачу. То есть, это конец 19 века, это конец 20 века или это начало 21 века? Итак, скажите, пожалуйста, когда начали отмечать день сурка, получите билет, посмотрите на сурка, если он проснется на лису и на прочих, в общем-то, животин, которых там в достаточном количестве. Я не знаю, я вот сейчас смотрю, мне кажется, собака прям. Нет мордочка? Ну, а глазки, а глазки, кажется, кошачьи. А глазки, кошачьи, да. Симпатичные животные. Ну что, хорошая традиция теперь у нас появится, я уверен, будем лис смотреть что-нибудь нам определять. Не знаю, может быть, там подложить что-нибудь, чтобы висашечки раньше застепило. Нет, будет честны. А можно поглотить? Конечно. Ральф. Страшно, да, Середа? Нет, не страшно. Он мурчит еще. Да, он разговаривает, да, он разговаривает. А, у нас появился потенциальный победитель. Альбина до нас дозвонилась. Алло, доброе утро. Доброе утро. Алло, алло. Утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Итак, подскажите, когда день сурка начали отмечать официально впервые? Конец девятнадцатого века, тысяча восемьсот шестьдесят восьмой. Правильно, конец девятнадцатого века. Восемьсот шестьсотой, да. Восемьсот восемьсотой. Правильный ответ. Поздравляем, билеты ваши. Можете сходить, посмотреть и на этого в том числе. Ральфа, да? Можно еще раз? В 14 часов сегодня состоится церемония предсказания весны. Поэтому, да, держим кулачки, все болеем и, конечно же, будем надеяться на раннюю весну. Спасибо вам большое за знакомство с этим замечательным Ральфом и за новую традицию.